Добрый день всем! Всех приветствую зрителей на канале Поженить и Омская область. Сейчас будет тема о техосмотре. Я расскажу и даже покажу как у нас в Сибири в Омской области проходит техосмотр тракторов. Кто меня не знает, можете посмотреть мой ролик, когда я в прошлом году снимал. Называется предивший инспектор Костехнадзора проводит техосмотр. Прошел год, сейчас заново, настало время техосмотров, поснимаю. В общем, кто не знает, первый раз видит, я объясняю. Я занимаюсь личным подсобным хозяйством, крупно-брогатым скотом. Для того, чтобы заготовить корма на зиму, у меня есть необходимая техника для этого. Вообще, у меня четыре единицы техники, с которой нужно обязательно заниматься и проводить ежегодный технический осмотр. Вот сейчас я один трактор завел, я вас показывать не стал. Я поехал его поставить на площадку, где будет проводиться техосмотр. Вот этот трактор, ZDM, у меня стоит он на в учете. Он у меня работает, ну, месяца два, наверное, в году. В основное время он стоит без необходимости. За этим трактором зацеплен агрегат, пресс-подборщик. У меня зацеплен он постоянно, я потому что использую только для этого. редкий звучит, когда я его отцепляю. Поэтому я его и сразу тащу с собой, чтобы не мучиться. Сейчас я покажу, где у нас проходит все это как-то мероприятие. В общем, у нас это проходит очень-очень жестко. Инспектор действительно очень придирчивый. К этому отделу относятся очень серьезно. Ну, и все население тоже следит и контролирует свою технику. Ну, конечно, есть такие, которые вообще не проходят техосмотр. Я к таким не отношусь. Я стараюсь все это дело проводить своевременно. Техосмотр у нас проводится прямо в центре села. Здесь вот самый-самый центр напротив администрация, дорога, перекресток. Ну, здесь такая площадка у нас есть опровизированная. В общем, к десяти часам приедет инспектор. Здесь будет все заставлено, толпа народу. Но моя задача к десяти часам завести и пригнать сюда стихнюку. Здесь все составить. Чтобы потом просто прийти с документами и инспектор уже проверить. Так, один трактор я поставил. Пусть стоит. Теперь сейчас вот этот нужно отогнать. ЛТЗ. Особо я их не мыл и не чистил. Вчера был сильный дождь. Он и так хорошо помыл. И агрегат я сзади не стал снимать. Пусть стоит. Инспектору будет посложнее его осматривать. Ага, не хочет. Ага, не хочет. Народ у нас тут же собрался здесь. Не поставь. Ага. Это мало народа. Приехал у нас инспектор гостехнодзора Виктор Барабанов и вот он всех сейчас там нагибает, ходит по тракторам, везде все заглядывает, просматривает, мужики собрались, возмущаются. Ну что сделаешь, такой порядок. Я лучше сейчас сюда приеду, чем потом ехать в райцентр. Это 30 километров, это ничего себе. Мне три раза ездить что ли. Лучше здесь он придет и здесь техосмотр сделает. Собрались все, обсуждают. Он лазит по тракторам. Не знаю, удастся мне его снять, не удастся. Ну может быть издалека. Но пока я свою здесь технику пригнал. Пусть здесь. Я даже с этого трактора не стал пух отцеплять, чтобы ему было посложнее проводить осмотр. Ну а что я буду отцеплять пух? Для чего? Я еще, мне пахать и пахать, еще тыкву не посадил. А так я все, все пригнал. Ладно. Боюсь даже его показывать. Замучает, замучает. Подходит к каждому. Заставляет завести трактор, проверяет цвет, проверяет рулевое, тормоза. Ой, жуть, кошмар. Кошмар. Сейчас покажу. Сейчас он до меня доберется. Я в самом конце стал, чтобы мужиков не спущать. Сейчас он до меня доберется и будет меня нагибать. А, руководство. Руководство, которое наверху находится в Москве. Вот до чего же догадались? У нас один инспектор на два, а то и на три района. И взяли сократили. Было же два инспектора на район. А взяли сейчас сократили. Остался только один. Он весь замученный, запуханный. Ну как он все успеет? Он один. И нужно и документацию ввести. И одновременно проводить осмотр. Всю техническую часть. Замученный, запуханный. Поэтому он и ездит один. Но у нас с этим делом вообще жестко. Ладно, смотрите. Что сумею показать, то покажу. Подходит уже близко, уже близко, уже все. Скоро моя смерть придет. Ну, это я шучу, конечно. Так, все доки у меня здесь. Страховки. Страховки. У меня еще страховки не вышли, кстати. Страховки это потом. Приеду в райцентр, там страховки сделаю. А пока он всех гоняет там, нагибает. Кошмар. Ладно, пошел. Это сейчас моя очередь. Она будет меня мучить. Только без кино сегодня давай. А без кино не получается. Не надо мне, я не буду туда сразу. У меня так же... Как так? У меня видеорегистаторская такая же так. Снимание. Честно говоря. Выключай, я не буду. Нафиг мне надо. Потом будет проговаривать. А кто тебе так... Кто еще может сказать? Я тебе говорю, выключай. Слав. Прошел я техосмотр. Ну как осмотр? Он осмотрел все. Указал на кучу недостатков. Он вот так и есть, естественно. Осмотрел и сказал, дал целый список, ряд указаний. У него журнальчик. Записал, кто чего. И он вот так прекрасно знает. Но тем не менее, ведет журнал. Я заменил колесо. Вот у меня колесо с дефектом. Естественно, я его заменю до покоса. Пока трактор будет стоять, съездил и ладно. А в покос я обязательно его заменю. Неужели я буду с таким колесом ездить? Помыть, сказал. Ну я, естественно, гидравлику все здесь отмою. По косу. Тоже у него на заметке. Сказал, чтобы все сделал. И вообще он, наш инспектор, кричал и возмущал, чтобы я его не показывал ни в коем случае. Но я не буду, конечно, показывать. Как только он мне техосмотр поставит, тогда будет уже другое дело. Но был злой, страшный. Дорогие зрители, мужики, кто занимается техникой, расскажите, как вы проходите техосмотр. Если есть возможность, покажите. С удовольствием посмотрю. Но у нас проходит осмотр так вот, жестко и вообще, ну-ой-ой, страшный. Теоинспектор у нас придирчивый. Кому было интересно, поставьте лайк. Нет, я вам не понравился. Ставьте дизлайк. Особенно руководство в Москве. Пусть ставит мне дизлайк. Ну, который техосмотр занимается. Министерство там или управление. Подпишитесь на канал. Смотрите мои следующие ролики. Вот здесь будут концы заставки. Перейдите по ним, посмотрите, что там есть. Какие интересные тоже видеоролики. С прошлого года я подставлю. Все, до следующих встреч. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...